Всем привет, с вами Тёма Флекс и сегодня вы узнаете путь к успеху и интересные факты из биографии Олега ЛСП. Настоящее имя Олег Савченко, 27 лет. Родился в Беларуси в городе Витебск. Вырос в семье журналистов, которые с самого детства поддерживали занятия музыкой. Например, отец купил сыну фортепиано, чтобы тот мог оттачивать свои умения. Олег признается, что в детстве ему нравились такие музыканты, как Андрей Губин, Бэт Бэланс, Децл. Когда стал старше, слушал Зим Фьюру, Муми Тролль, Короли Шут. Но вскоре ему эта музыка наскучила и его захватывает американский рэп. В частности, большое влияние оказал наториус Би Ай Джи. Для Олега тогда стало ясно одно, текст имеет второстепенное значение, а звучание превыше всего. Уже с ранних лет видел себя артистом, хотя все вокруг говорили, что это глупая затея. Но он не сдавался и верил в себя. Поступает в университет на филолога. Не от особой любви к этой профессии, просто чтобы было. И в это время начинает делать первые шаги в творчестве. В те годы небольшая компания ребят, в том числе и Макс Корж, записывают много демок. Но в свет так ничего и не вышло. А в 2007 году выходит первый микстейп, я все понял. А уже через год Олег принимает участие в шестом командном баттле HipHop.ru. Его коллектив назывался ShrekPro и туда входил небезызвестный Макс Корж. Команда дошла до второго раунда. В этом же году ЛСП пробует сольно покорить HipHop.ru на восьмом официальном, где дошел до четвертого раунда. Мой монитор молчал о результатах третьего. Я чувствовал печаль и думал, чем бы огреть его. Брал гантелю с пола, петь и пудовую, и тут же ронял. Через 22 дня я был уже на конях. Услышав Кани Уэста, у Олега полностью переворачивается представление о музыке. Такого он еще не слышал. И он записывает такие песни, как «Маг», «Улица», «Ломбада». В 2011 году выходит его первый мини-альбом под названием «Видеть цветные сны», а также первый клип «Хиппи». В следующем году произошло очень значимое событие. На одной из тусовок Рома знакомится с Олегом. Они долго общаются. Взгляды на музыку оказались очень похожи. Придя домой, Рома скидывает Олегу минус, а Олег текст. Так и вышел их первый совместный хит «Номера». И услышав его, отец Олега сказал, что у сына прекрасное будущее. И камнем вниз, крыши дома, нет войне, уже недоступны мои номера. Недоступны мои номера. 2013 год стал годом экспериментов. Группа скиталась между разными стилями и балансом звучания. И в мае выпускают композицию «Коктейль», которая также стала хитом. Следующий год стал переломным моментом в творчестве Олега. Именно в этом году ЛСП стала завоевывать все больше и больше сердец. Парни выпустили два релиза «Йоп», состоящие из 12 треков, а также «Виселица», музыкой по-прежнему занимался Рома. На релизе 8 треков, причем каждый имеет свою обложку. В этом же году дуэт заметил Оксимирон и уговорил Илью Мамай заниматься их концертами. Хотя Илья не видел в них ничего особенного. А также Мирон записывает совместку с ЛСП «Мне скучно жить», дабы о ребятах узнали широкие массы. А также Олег принимает участие на «Версусе» и побеждает все декодинга русрэпа «Мяуизи», что было очень неожиданно. 2015-й стал самым успешным для ЛСП, потому что в этом году группа презентует один из лучших альбомов того года под названием «Мэджик Сити». В альбоме очень крутая атмосфера и есть свои концепции, а также совместки с Силой, Оксимироном и Фараоном. Однако все шло не так гладко, у ребят были проблемы с концертами и они винили в этом свое агентство. И в конечном итоге разрывают контракт. Окси и Олег договорились о том, чтобы эту ситуацию никак не афишировать. Но ЛСП начали жестко критиковать агентство. В конце концов Порчи зовет Олега на свой микстейп, где Олег пишет дисс на своих бывших коллег. Порчи сообщает об этом Окси и Окси пишет уже свой куплет. И это был уникальный трек для русского рэпа, где собраны сразу два дисса в одном треке. Далее оба героя переквалифицировались видеоблогеров и пытались аргументировать свою точку зрения. А в сентябре этого года ЛСП совместно с Фараоном презентуют мини-альбом под названием «Кондитерская». И уже сгоняли в тур. А теперь интересные факты из жизни Олега. Олег обожает игры, а особенно симуляторы типа NBA или FIFA. А также стратегии типа Warcraft, Diablo 1 и 2 Fallout. Олег обожает книги и считает, что человек должен читать всю свою жизнь. Для него важно не качество прочтения, а количество. Его любимый автор Федор Достоевский, а любимые произведения «Преступление и наказание» и «Униженные и оскорбленные». Занимается спортом, чтобы иметь выносливость, потому что концерты отнимают много сил. За всю свою жизнь работал руками всего два месяца, где именно не сообщается, но после этого он понял, что хочет зарабатывать только музыкой. ЛСП расшифровывается как Lil Stupid Pig. У Олега даже есть тату со свиньей. Еще есть вариант «Любящее сердце пацана». Надеюсь, вам было интересно данное видео. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии. С вами был Тёма Флекс, всем удачи!